Это была новая война, война на тотальное уничтожение всех людей по национальным признакам. Над всеми главенствовала идеология, нацистская идеология, фашистская идеология, которая превратила немецких людей, зверей. Там было очень много образованных. Если посмотреть на образованность, допустим, войска СЭС, то вы с удивлением увидите, что там много было докторов наук, аспирантов, ученых и так далее, понимаете? И они были зверьми, они уничтожали людей, потому что все они заболели вирусом национализма и фашизма. Страшные цифры. 6 миллионов евреев. Приднестровье тоже не осталось, к сожалению, в стороне от этих процессов. И на Приднестровской земле тоже было уничтожено порядка 40 тысяч людей еврейской национальной ситуации. И говоря уже о иных жертвах. И я хочу обратить внимание, что именно на Приднестровской земле уничтожение народа происходило под вывеской так называемой Транснистрии. Прошу всех присутствующих обратить на это особое внимание. Транснистрия. Это оккупационный термин, который применяли и немецкие оккупанты, и румынские оккупанты здесь, на территории Приднестровья. Вообще в Израиле, в музее памяти жертв Холокоста, термин Транснистрия преранен Холокосту, геноциду фактически. И для меня очень оскорбительно, когда кто-то позволяет себе назвать Приднестровье Транснистрией. Не стесняйтесь высказывать свое мнение. Пресекайте эти желания. Мы не Транснистрия. Это оскорбительно для нас. Транснистрия – это Холокост. Надо всегда говорить свое слово в этой части. Иначе мы рискуем повторить то, что было. Когда люди образованные в очень цивилизованных странах превращаются в зверей. Это недопустимо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.